Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайв, мои хорошие. Будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал. Ребят, ссылочку обязательно закреплю в комментариях. Очень рада, что нас с вами каждый день становится все больше, больше и больше. Благодарна своим зрителям, которые пишут там каждый божий день, да, то есть создают там активность, очень здорово. У нас там такое, так скажем, комьюнити, да, людей, друзей, которых одни и те же, так скажем, интересы, да. Своё там мнение на разные, конечно же, ситуации, но нам нравится там общаться. Такой, я бы сказала, достаточно дружный между собойчик. И, конечно, очень рада видеть приятных, хороших людей, да, которые приходят на мой канал, многих из которых я, собственно, знаю уже с ютуба. Так что, ребят, очень приятно мне с вами общаться, конечно же, не только на ютубе, но и в телеграм-канале, там бы, я бы сказала, ближе общение. Но, собственно, а мы с вами переходим, как говорится, к нашим баранам. Да-да, парочка гнедых, как всегда, как всегда, не перестаёт нас с вами удивлять. В общем, ребята, ролик, ролик Уралки и Сарафана сегодняшней Уралочка. Уралочка, наша красопета, наша Малаешка, как всегда, на связи. Ой, привет, друзья, мы с вами, Оля, Сафар и Абдугани. Ну, сегодня такой день... Да, друзья мои, собственно, вот этим практически всё было сказано, да. То есть человек вышел, человек должен что-то сказать своим зрителям, и вместо того, чтобы что-то сказать, что-то родить, что-то как-то там разродиться, да, у Уралки вот это э-э, сразу начинается э-э, ну, хочется сказать, Уралочка, в конце концов, но неужели ты не можешь даже два предложения нормально связать в кучу и что-то членораздельное сказать своим зрителям без вот этих вот мэкани, бэкани и экани, видимо, нет. Не судьба, значит, не судьба, друзья мои, да. Далее стала рассказывать о том, что, ну, вот мы съездили, цыплят, значит, мы проведали, да, там, так, значит, уже разложили всё по полочкам, да, объяснили, объяснили своему электорату, что всё хорошо, вы не переживайте, значит, у нас цыплята в порядке, спасибо зарядке, да, мы их покормили, значит, пелёнки поменяли, распашонки поменяли, памперсы надели, короче, всё хорошо, прекрасная маркиза. Ну, говорит, у нас, конечно, дел по даче полным-полно, но, говорит, мы решили поехать в Екатеринбург. Каких дел по даче, мне просто интересно. Вот, знаете, ребят, каждый божий день, да, ну, вы же видите прекрасно мои обзоры, которые я делаю на эту пару, да, каждый день я обозреваю эту пару в день по несколько раз, да, это вот вчера я филонила, потому что ездила на озеро отдыхать, у меня вчера был только один обзор на Уралку и Сарафана, всё, как говорится. Так вот, каждый день я смотрю вот эти, знаете, хождения по мукам по этой даче, по этим шестисоткам, да, и понимаю прекрасно, что им там делать абсолютно нечего. Они там ничем не занимаются, они ходят, слоняются из стороны в сторону. Поэтому, Уралка, вот эти свои сказки, дело у нас по горло на даче, рассказывай кому-нибудь другому, своим хомякам-обожателям, которые верят каждому твоему слову, в отличие от нас, да, нормальных, адекватных зрителей, которые всё прекрасно понимают. Если бы у вас действительно поистине было дел по горло на даче, ты бы не ходила из угла в угол, не слонялась бы, не знала бы, чем тебе заняться. И Сарафан бы не бегал за тобой туда-сюда, да, как вы там вдвоём стоите, эти кусты ягод, не можете ягоды никак собрать. Что вы рассказываете нам? Мы видим прекрасно. Когда дел по горло, тогда вообще дел по горло, это заметно, да. Но у вас, как говорится, ни там, ни сям, ни два, ни полтора. Далее, друзья мои, смотрю, они выстроились, встали возле торгового центра, довольные и счастливые. Ну, да, хотелось бы сказать, довольные и счастливые. Уралка там ещё пытается изображать, знаете, такую веселушку. Ну, а Сарафан, как всегда, морда кислая, морда кирпича просит. Сарафан, выглядишь просто бесподобно, великолепно. На 35 лет это, конечно, мама дорогая, как говорится, мама родная, да. Это ж как надо было прожить свои 35 лет, чтобы вот так вот в таком, так выглядеть, да. Я ещё понимаю, когда люди выглядят старше своих лет, когда у них, ну, допустим, тяжёлая работа, тяжёлый физический труд, да. Это, конечно, тоже сказывается, да, или какие-то тяжёлые там условия, в которых люди работают. Это, да, это одно. Но здесь сидеть на жопе ровно 24 на 7 ни черта не делать и в 35 лет так выглядеть, это, конечно, нечто, да. Далее, друзья мои, зашли, значит, собственно, в магазин. Ну, и Уралочка начинает рассказывать, смотрит, смотрит обувку для себя и говорит, ой, ну, у меня ноженька такая, говорит, объёмные ноженьки. Ножки у меня королевские. Уралка, не смеши, народ, тебе, знаешь, на твои ножки королевскими они никогда не были и не будут, естественно, да, уже, потому что, как говорится, это не королевские ножки точно. Тебе на твои ноги даже обуви нормальной не найти. И, собственно, видели мы прекрасно, в какой обувке ты щеголяла даже вот по пляжу. Далее. Далее Уралочка признаётся. Чё они вообще сюда приехали? Приехали, говорит, приодеть Абду, потому что он из всего, мол, вырос. Растёт, говорит, у нас, говорит, богатырь у нас растёт. Ага. Точно так же, как и Папаня, исключительно только вширь. Но, друзья мои, когда она сказала, что богатырь у нас растёт, он такой недовольный, этот Абду поворачивается и говорит, ещё чего, знаете, с таким тоном. И Уралка или Сарафан. Нет бы сделать ему замечание. А Уралка, знаете, вот, да, сказала бы, а ты чё так, да, так вообще со старшими некрасиво разговаривать, неуважительно общаться, нельзя обращаться ко взрослым, да. Нет, Уралка только посмеялась, ну, посмеялась на камеру, дабы не накалять ситуацию. Уралочка, ну, смейся, смейся, скоро будешь плакать. Скоро будешь не то, что плакать. Будешь пятый угол искать, будешь заливаться слезами. Ты, если он сейчас тебе так хамит в эти 11 лет, да, то я боюсь себе представить, что будет дальше, и какое у него будет отношение, и как он будет себя вести по отношению к тебе дальше. Если ты сейчас ему вот этот момент спустила, значит, дальше будет только хуже. Ну, в нормальных семьях детей воспитывают, да, и родители воспитывают, и бабушки, и дедушки воспитывают, а здесь у вас никто никого не воспитывает. Здесь у вас просто полнейшая, я бы сказала, анархия. Далее, друзья мои, наша Уралочка уже заглядывается на манекены, да, это, говорит, женщины, это мужчины. Ой, говорит, какой блестящий мужчина, сказала Уралка, глядя на манекен. Сарафан, ты знаешь, я вот не просто так сделала акцент сегодня на том, как ты прекрасно выглядишь в свои 35, да, особенно там, где ты стоял, ну, собственно, везде, да, где ты стоял на фоне торгового центра. Так вот, что я тебе хочу сказать, смотри, смотри, да, Уралочка уже заглядывается на более стройных, более поджарых, более мускулистых, пока это только манекены, но, как знать, как себя поведет красопета, да, может быть, и позарится на кого-нибудь посимпатичнее, поинтереснее, а что, собственно, как говорится, да, у того, у кого ничего не болит, когда он потаскает два ведра. Далее, друзья мои, не успели пройтись, как тут же Уралка нашла себе уже, где присесть, где прислониться, где пятую точку свою усадить, да, и уселась, значит, уселась, тут же сидит и говорит, ой, душно, я, говорит, вся упрела, да, да, и тут же, ребят, сдала их с потрохами, сказав о том, что вот папа у нас бегает, бегает по документам, вот кто-то приехал, да, и он бегает с этими документами, кто-то у него там приехал. Но, собственно, чего и следовало, как говорится, ожидать то, о чем я сказала сразу же, как только вышел ролик Уралочки, да, по горячим следам я его делала, и сразу же озвучила тот самый момент, что я не верю в то, что они, вот этот, помните, собирали вот этот паек, да, ну, можно его так назвать, когда они кричали, вот, это благотворительность, мы делаем добрые дела и так далее, и тому подобное, я сказала, что нет, это не благотворительность, если бы они действительно кому-то что-то собрали, они бы это все показали, а раз не показали, то, скорее всего, единственное, говорю, кому они могут делать какое-то, да, что-то там покупать, и Сарафан покупал и говорил, конечно, конечно, надо обязательно это сделать, это какая-то его родня, которая прилетела сюда, да, близкие его родные и близкие, которые сюда прилетели, ну, у них же там полным-полно все-таки родственников, да, в кишлаке и так далее, может быть, какие-то близкие друзья, какие-то там дядья, да, или еще кто-то, ну, у них же там полно тоже и детей в семьях рождается и так далее, неважно, вот, ну, кто-то из своих в любом случае, поэтому они, типа, там, с барского плеча решили им там помочь и так далее, только своим будет помогать сарафанты, я сказала, с самого начала, с самого начала выложила ролик, что приехала родня сарафана, да, так оно и есть, вот сейчас Уралочка сказала о том, что вот он бегает по документам, да, вот кто-то там приехал, понятное дело, просто так, никому он бегать по документам не будет, если только, опять же, помогает каким-то своим родственникам, друзья мои, так что, помимо того, что у него там еще осталось там, да, остались родственники, у него там могут быть и близкие друзья, и родственников у них там полно, это все понятно. В общем, друзья мои, Уралочка говорит, ой, ходим, смотрим, ходим, смотрим, ну, говорит, у меня-то все есть, у меня-то вся одежда есть, у меня все хорошо, вот, далее, далее опять, вот, говорит, ходим, смотрим, они пошли, говорит, в примерочную, а я вот, говорит, опять присела, а мне, говорит, ничего не надо, ребят, то есть, постоянно я присела, мне ничего не надо, я присела, мне ничего не надо, я присела, мне ничего не надо, а у меня, говорит, все есть, а если чего-то нет, я, говорит, сама себе сошью. А, в таком случае, а что ты им тогда не шьешь? Ребят, я прекрасно понимаю, что в плане того, что у нее все есть, Уралка, мы видели прекрасно, что у тебя есть, когда ты на пляж ходила в сраных вот этих вот, да, задрыпанных, старых халатах, которым уже сто лет в обед. Мы видели прекрасно, что у тебя даже пляжной одежды абсолютно никакой не было. И не только пляжной одежды, да, и вечерами где-то выйти в хорошей какой-то одежде. У тебя вообще никакой одежды не было. И ты, как швея, не могла себе сшить, да, и странно, она же там хвалилась, помните, ой, я там могу за несколько часов сшить себе там какую-то вещицу, да, что ж ты себе не нашила этих вещей, вот я не понимаю, да. Понятное дело, что ни черта у нее нет, но здесь ей нет смысла себе чего-то выбирать, точно так же, как и в Васильке, потому что нет ее размерного ряда. И этот момент тоже прекрасно все понимают, поэтому, конечно, они ходят себе что-то выбирают, да, потому что они знают, что на них еще пока размеры есть, но пока, да, тоже, как говорится. А на нее уже ни черта нет, поэтому она сидит на скамейке, сидит, значит, там и никуда не ходит. И рассказывает сказки. Ой, если что, я себе сошью, так и им тогда шей, да, чего вы тогда ходите. Далее, друзья мои, зашли в пиццерию, довольные и счастливые, все как обычно, да. Ой, говорит, сегодня пятница. Уралка, мы очень за Вас рады, у нас сегодня понедельник, прикинь, как живем, да. Вас пятница, а у нас понедельник. Так, набрали еды, друзья мои, супчик и салатики, и все на свете, да. Ну и худеющему Абду, да, за которым они следят, за его питанием, за его здоровьем, ппшная еда. На сегодня у Абду это бургер и, друзья мои, наггетсы. Ну, круто, согласитесь. Сарафан, как всегда, в своем репертуаре. Уселся вроде как есть, то голову почешет, то, значит, там ногу почешет. Ну, Абду, как обычно, зачавкал на все кафе. Мама родная, как говорится, да. Спасайся, кто может. Ну, а Уралочка, друзья мои, констатировала. А я, мол, и хлеб даже, типа, не взяла. Уралка, ну да уж, действительно, тебе вообще надо забыть про этот хлеб. Но, значит, да, то, значит, она без хлеба, то они сидят, у них там по несколько лепешек на столе. Далее, друзья мои, заказала, говорит, себе джинсы. Мол, говорит, я зашла, я спросила, а есть ли у вас джинсы королевских размеров? Уралка, уже спусти с небес на землю. Отродясь никогда таких огроменных королевских особ никогда не было. Нет, конечно, были и худые, и стройные, да. Ну, и раньше, собственно, были другие критерии, так скажем, да. Были, конечно же, полные, и в теле, в теле. Но в теле, ты меня извини, это в теле, да. Это где-то там, может, килограмм сто, да, в теле, там, девяносто и так далее, да. Но не двести килограмм, как ты. Вот точно таких точно не было, да. А если и были, то это был крайне редкий случай. Поэтому, знаешь, не надо нам рассказывать про вот королевские размеры. Это королевские размеры, но на нее ничего, короче, не шьют, нигде ничего ей не найти. И она начала рассказывать о том, что заказала себе джинсы. Ну, я-то, говорит, никогда джинсы не носила. Уралка, а какие проблемы? А почему ты не можешь себе сшить джинсы? Ну, ты ж такая швея, какие проблемы? Купила себе необходимую ткань, да, выбрала и сшила себе джинсы. А чего же ты, такая швея-мотористка, на все руки от скуки не в состоянии сшить себе джинсы? И потом, друзья мои, мы все с вами прекрасно понимаем, что эти джинсы ей максимум на месяц. На месяц от силы, потому что она будет ходить, представляете, ее вот эти вот ляхи? Она будет ходить, и она сотрет, у нее там все между ног сотрется, вся ткань абсолютно точно и сразу. Просто за месяц у нее от этих штанов останутся одни рожки до ножки. Мне понравилось, друзья мои, ну, понравилось в кавычках, в очередной раз я убедилась в том, насколько невоспитанная и неблагодарная Абду, насколько для них это в порядке вещей, да, даже вообще игнорировать взрослых людей. Уралка несколько раз за столом, когда они сидели в пиццерии, обратилась к Абду, мол, наелся ты, поел ты, наелся, да, ну, задает ему вопросы, тот сидит, вообще не мычит, не телится. То есть ничего, никакой реакции, только потом, так, знаете, с барского плеча ей, типа, кивнул головой, но даже ничего, слова не сказал. Знаете, ребят, я, если честно, просто в шоке. Вот от такого свинского отношения, правда, в шоке. Уралка, а ты давай, давай, больше целуй этого Абду в жопу, больше, больше его целуй, потому что он вообще неблагодарный. Он даже не знает, да, и не понимает, и что-то папаша его не одергивает, хотя это его папаша. Это папашин сынок, это папаша должен учить его, да, скажи, открой рот, да, скажи, к тебе обращается человек. Это не воспитано, в конце концов, когда к тебе обращается человек, а человек игнорирует, что это такое, тем более они живут в одной семье. Ну, любой бы другой нормальный бы сказал бы, сделал замечание, а здесь молчание. Уралка, ну давай, целуй, нацеловывай в задницу его еще больше. Он уже понял, он уже все понял, как говорится, да, и уже позволяет тебе вести себя просто по-свински по отношению к тебе. Уралка, у тебя вообще какое-нибудь чувство собственного достоинства-то есть? Ты вообще можешь этому пацану объяснить, как надо себя вести, да, хотя бы на людях, как надо себя вести, да? Ну, видимо, нет. Видимо, потом будет плакать горючими слезами, друзья мои, но это будет, конечно же, потом. Хотя, я так думаю, что уже, знаете, не за горами тот день, да, буквально, может быть, там через полгода, через год уже будет действительно бегать и искать пятый угол. Далее, друзья мои, показ мод от Абду и от Сарафана. Ну, в общем, показали, продемонстрировали туда-сюда. Ну, и потом, собственно, уралочка, уже действия происходят на кухне. Ну, а мы с вами кухню и вот эти все моменты обязательно обсудим в следующем моем обзоре. Мои хорошие, на сегодня я с вами не прощаюсь, я вас всех крепко целую и обнимаю. Это, конечно же, относится только к моим дорогим, хорошим, добрым зрителям. Вот, всем желаю хорошего настроения, берегите себя, своих родных и близких. Всех целую, всем пока-пока, и, конечно же, мои хорошие, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok